Авторитетный осетин появился на свет во Владикавказе в 1936. На настоящий момент он является одним из представителей самых старых и умудренных возрастом законников. Эльбрус перешагнул порох 80 лет, а поскольку совершать кражи он начал далеко до наступления совершеннолетия, то и воровским опытом он обладает колоссальным. Летом 54-го Гагичаев был осужден у себя на родине по статье за бандитизм. Его приговорили к внушительному 25-летнему сроку, однако дело было пересмотрено и авторитет вдохнул в воздух свободы уже в 58-м. Но дышал на воле он недолго и в том же году был приговорен к 4-м годам за воровство, в связи с тем, что государство решил принять усиленные меры для борьбы с хищениями, авторитетному осетину увеличили срок. Сначала до 10, а затем дали и вовсе 15 лет. История умалчивает о том, где и когда Гагичаеву была вручена воровская корона. Скорее всего, данное событие произошло как раз во время этого длительного тюремного вояжа. Так или иначе, вышел на свободу он уже в статусе и в середине 90-х обзавелся сразу двумя окрестниками, по совпадению оказавшимися татарами. В 95-м корона из рога Гагичаева удостоился Грине Альметьевский, а через 3 года Калимула Бореев, дядя Коля. В 2003-м Абуз был задержан во время сходки в Нефтьюганске, но ничего предъявить авторитету оперативники не смогли и его отпустили. Подобная история произошла и в 2009-м, во Владикавказе, и также закончилась для него без последствий. Сейчас, когда авторитету более 80 лет, он продолжает оказывать влияние на преступное сообщество. Именно он, в начале 2013-го, как авторитетный и уважаемый в криминальном мире человек, прошел в тюрьму к Ахмеду Шалинскому, на переговоры, после которых тот отказался от воровской короны, врученной ему сторонниками Тару, а вскоре принял повышение в статусе от Хасановского клана. В настоящее время Гагичаев продолжает здравствовать и внимательно следить за ходом криминальных событий. Продолжение следует...